Пока позволяет сезон, в области продолжается строительство дорог разного значения. 15% от запланированного объема выполнено на отрезке Барбастао-Акжаик-Индер. В летний период работы велись в две смены, а сейчас полный световой день. На объекте побывали наши корреспонденты. Начало ремонта по направлению Барбастао-Акжаик-Индер было положено в июне текущего года. Несколько десятилетий назад здесь был неплохой асфальт, но он давно износился. Дорога областного значения, но здесь могут проходить и большегрузы, которые, минуя город, будут выходить на Атыраусскую область. В данное время завершается участок с 43 по 93 километр. Стоимость всего проекта 5,9 миллиардов тенге. На сегодняшний день выделено 1,6 миллиардов тенге, на которые планируется выполнить порядка 15 километров автодороги. На сегодняшний день положено около 13 километров асфальтобетонного покрытия, остаток 2 километра. Работы ведутся по плану, планируется в ближайшее время завершить этот объем работы. На участке задействовано порядка 70 единиц техники, порядка 50 человек, в том числе 30 человек. Это местного населения, с ближайших населенных пунктов, это села Шаратай и Акжаик. Объект выглядит как единый организм. Компания «Юнисер» в данное время ведет работы на четырех объектах, и на каждом строится своеобразный городок. Люди проживают вахтами в комфортабельных вагончиках, отдельно нужно рассказать о передвижном асфальтовом заводе. При условии бесперебойной поставки инертных материалов он способен работать беспрерывно. Асфальт и бетонные смеси мы производим практически день-ночь выпускаем асфальт. Ну, в основном днем работаем. Все лето мы работали в две смены. Как бы уже немножко зима идет, похолодание, мы вот работаем днем. Объем, ну, километр мы делаем, километр укладываем асфальт. Это более тысячи тонн. Получается, одна машина у нас порядка около 35 метров идет, 25 тонн. Пока дорожники в буквальном смысле создают новую дорогу, за их работой неустанно наблюдают местные жители. Они очень долго ждали, когда им сделают хороший асфальт, и для них это настоящее большое событие. На участке хорошая техника, добросовестные рабочие, говорят аксакалы. Мы этого очень ждали. Наконец-то ремонт начался зимой, весной было очень сложно. В наших селах уже есть газ, вода, но нам очень не хватало дороги. Надеемся, что в ближайшем будущем этой проблемы у нас не будет. На участке работают на постоянной основе эксперты. Ведется мониторинг качества выполняемых работ и материалов. На ноябре месяц совершено уже 14 выездов. Сделано порядка сотни различных изысканий. На участке отбираются пробы и анализируются в специальной лаборатории. По результатам из общего объема экспертных работ только 10% вызвали нарекания. Это было жарко, и это нехватка воды осуществлялась на объекте. То есть, согласно СТРК, оптимальная влага, уплотнение не было. Недостаточным образом уплотнено и недостаточным образом полито этой водой. Все эти замечания заказчику и подрядам организации в писемном виде отправили. Все эти недосчеты и несоответствия сейчас на данный момент устранены. Протяженность дорог по Западной Казахстанской области превышает 6000 километров. Из них областного и районного значения 5082 километра. На ремонт и строительство 165 километров дорог местного значения в этом году было выделено свыше 11 миллиардов тенге. В общей сложности план на 2021 год составляет 311 километров. Это учитывая республиканские дороги, областные и районные дороги. В течение трех последних лет по нашей области отремонтировано более 1000 километров. На это выделено более 100 миллиардов тенге. Эти работы на сегодняшний день продолжаются. В целом в текущем году планируется отремонтировать 311 километров дорог разного значения. На сегодняшний день выполнено более 85% от общего объема запланированных работ. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.